Припояшь себя верою, надеждой и любовью, и как сильней стань на стражу, охраняя храм Божий от всяких нечистых помыслов. Есть, сделайся оком, непрестанно наблюдая и высматривая грабителей Лукао. А грабители эти как скоро найдут кого расслабленным и рассеянным, всегда кидаются на него, чтобы расплить у этого жалкого телесный храм его, чтобы он не был уже благопотребен владыке. Будь же внимателен к себе, чтобы не оказалось, что ты сам принимаешь к себе этих грабителей Лукао, то есть нечистые помыслы и скверные пожелания. Корень похоти бесстыден. Если посекаешь его каждый день, то он прозевает каждый час. Вырви совсем корень похоти из сердца своего, чтобы не прозябла и не вырастала она ежечасно. Если тысячу раз посечешь ее, она двукратно больше числа раз будет отрождаться, пока совершенно не вырвешь ее корни. 120. Будь внимателен к себе, чтобы вместо спитого и причистого владыки не везти тебя в храм скверного врага, и чтобы не был расплен храм твой бесстыдством этого врага, ненавистника добру. Он бесстыден и упрям в своем намерении, многократно выгоняешь его вон с упреком, но он бесстыдно усиливается войти. 12. Если ведешь его в храм твой, Бог оставит тебя, и храм твой преисполнится всякой нечистоты, зловония и мрака. 13. В. О борьбе со сребролюбием. 14. Не домогайся прибыли, в которой есть вред для души, ибо что дороже души? 15. Бедный монах, который смиренно мудрый и безмолвствует, лучше богатого монаха, который исполнен гордостью и надмением. 15. Кто любит золото, тот не будет оправдан, и кто любит Господа, тот будет благословен. 16. Кто возложил упование на золото, тот падет, а кто возложил упование на Господа, тот спасется. 16. Если возлюбишь сребролюбие, пойдешь от сели ни с чем, а если возлюбишь нестяжательность, не лишишься небесного богатства. 16. Если возлюбишь нищету, то обратишь в бегство демона-блуда. 16. Кто в теле своей скрывает золото, тот копит в себе страсти, высокоумие и неподчинение. 16. А кто собирает в свою сокровищницу молитвы и милостыни, тот богатеет в Бога. 17. Другие копят себе деньги, а ты, монах, копи себе молитвы и милостыни. 18. Будем искать лишь того, что удовлетворяет потребности, ибо излишнее только развлекает, а пользы не приносит. 19. Монах, ищущий наследство от сладких родителей, впадает в искушение, а обзыскующий Господа спасется. 20. Не говори, чем буду питать, если состареет. 21. Ибо нам не позволено заботиться и об утреннем дне, а ты заботишься уже о старости. 21. Будем искать царствие Божие и правды его, и все себе приложится нам. 22. Если же не будем искать этого прежде всего, то явно будет, что и не заботимся о том. 23. Итак, возверзена Господа печаль твоя, и он пропитает тебя. 23. Монах любостяжательный, бесплодная пальма, а нестяжательный тоже, что подстриженная пальма, растущая в высоту. 24. Монах привязан к вещественному, подобен ястребу, летящему с ремнями на ногах. 25. Где не сядет, он тотчас запутается. 26. Они привязаны к вещественному, то же, что путник всегда готовый в дорогу. 27. Золото не дает терпения, а вера ставит на прочном основании того, кто приобрел ее. 28. Почему не свергаем в себе всякой бесполезной заботой, не облегчаем себя от бремени земных вещей? 29. Не знаете разве, что дверь узкая и тесная, и что любостяжательный не может войти в нее? 29. Бог любит нестяжательных, добровольно ради Христа подверших себя лишением и прискорбностью, в подвиге, в бдении и во многом злострадании. 30. Да не будет рука твоя простерта на взятие, но да простирается лучше для подаяния. 31. Страсть сребролюбия самая тяжкая, потому что она есть корень всех домов. 31. Угодно ли знать, чем искореняется эта страсть? 31. Тем, чтобы всем сердцем и всей душою иметь упование на Бога. 31. Иному брату лукавый дает усердие к рукоделию, сверхнадлежащего. 32. Отсюда рождается страсть сребролюбия. 33. Тогда душа, уязвившись сребролюбием, этим корнем всякого зла располагает монаха и утром ранее обыкновенного садиться за рукодели, и вечером позднее должен его прекращать его. 34. Так что, если можно, не родит о молитве и о службе Божией, и по сребролюбии занят, бывает одной работой. 35. Когда ударяют к службе, брат этот приходит после всех и выискивает предлога уйти от службы прежде всех. 36. Зная сие, блюди себя, чтобы себе, доведенному до уклонения, в недозволенное совсем, не потерять своего сина. 36. Ибо враг на этом не останавливается, но нашедший доступ усевает и новость бить в пути внушает. 37. Трудишься, ты трудишься, а все почти ничего не имеешь. 38. Пойди, выучись более прибыльному рукоделию. 39. Не разобрав дело, иной брат идет за этим в мир, да совсем там и остается уже. 39. Блюди же, 137. 39. Целомудрие состоит не в том только, чтобы воздерживаться от блуда и от плотских удовольствий, но чтобы свободно быть и от прочих страстей. 40. Корыстолюбие, сребролюбие, сребролюбие, слибостижатель нецеломудренный. 40. Как один пленяется телесной красотою, так этот деньгами и последний в большей мере нецеломудрен, 41. Потому что не имеет равного с первым побуждения, которое бы нудило его требованием самой природы. 41. Страсть к деньгам неестественна, и побуждение коной заключается не в природе нашей, но в превратном произволении. 41. Потому кто добровольно преодолевается той, тот грешит непростительно. 42. Г. О борьбе с гневом. 138. Прогоняющий от себя духа гневливости и раздражения, далек от войны и мятежа. 42. Всегда спокоен духом, весел лицом, здрав умом, и есть обитель Святого Духа. 43. Кроткий, если обижен, радуется, если оскорблен, благодарит. 44. Гневных укращает любовью, принимая удары, не летется. 44. Когда с ним ссорится, спокоен, когда подчиняет, веселится, не уявляется гордыней чужой. 44. В уничижении радуется, заслугами не течится. 45. Со всеми мирен, начальству покорен, на всякое дело готов. 45. Чувств лукав, не знает зависти. 45. Независтливый, недомогается, чести, с радующимися радуется. 46. Успевающим помогает с удовольствием, смотрит на тех, которые идут добрым путем. 47. Хвалит тех, которые живут, как должно и вообще независливый, не имеющий в себе соперничество, всякому успеху и всякому доблестному делу другого радуется. 47. Кто уязвляется завистью и соперничеством, тот жалок, потому что он соучастник дьявола, завистью которого смерть вошла в мир. 48. Премудрость 2. 24. 49. Сердце его всегда изнемогает от печали, тело скидается бледностью, и силы его истощаются. 50. Зависть и соперничество – страшная отрава, от них родятся оклеветания, ненависть и убийства. 51. Кто не уязвил языка своего злоречия, тот собрил сердце своей и совесть своей нескверненными. 52. Кто не уловлен духом злоречия, тот истинно познал, что сам он – человек плотяный и собрил себя не злопамятным. 53. Кто не в сообществе со злоречивами, тот во дворица с ангелами. 54. Кто не отравил ушей языка злоречия, тот исполнен врачеством любви. 55. Кто не оскверняет уст своей злоречия, и того уста благоухают плодами Святого Духа. 56. Кто злословит другого, тот сам себя осуждает. 57. В злоречивом есть клеветничество, и ненависть, и наушничество. 58. И справедливо признается он братоубийцей. 58. Ненависть или зависть под покровом благочестия – горькая вода в золотых сосудах. 59. Вложи в нее древо жизни, и она сделается сладкой. 59. Крестом Спасителя нашего упразднены все наветы коварного врага. 65. Любовь просвещает мысленные очи, а кто любит вражду и ссору, тот подобен человеку, который часто влагает руку свою в нору каскедом. 60. Если будешь скрывать сердце в своем страсть памятозлобия, то сделаешься обители ярости и неведения, а вместе и печали. 61. И вид лица себе изменится, ибо сказано – пути злопомнящих смерть. 62. Креста 12, 28. Кто скрывает сердце в своем памятозлобия, тот подобен откармливающему змею в груди своей. 63. Человек горячий возмутит души братьев, а долготерпеливый в любви побоится Бога. 63. Северный ветер приводит море в волнение, а вспыльчивость волнует мысли в человеке, но великодушие гонит прочь раздражительность. 64. Без раздражительности же прекращается и гнев. 65. Необузданный конь предает садника своего в руки злодеев, и человек яры впадает в беды. 65. Не слушай монах зависти, не строй козни брату своему, и не давай ему укоризненного имени. 66. Желая со стыдом согнать его с места его, смотри, и сам не подвергнись тому же, что умышляешь другому. 66. Копающий яму ближнему впадет в нее. 67. Слушай, что написано. 68. Падут все к своей грешнице. 69. Не представляет предлога. Этот брат делает вред товариществу. 69. Но ты не делай зла другому, и не входи в сообщество, сделающее зло, потому что Бог испытует сердца и укробы. 69. Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жизни. 69. Завидующий успехом брата своего отлучает себя от вечной жизни, а содействующий брату будет сообщником его из вечной жизни. 70. Либо если по суду наказывается и делающее худое, и соучаствующее с ними, то не тем ли более Господь наградит того, кто споспешит в исполнении воли его? 71. Лучше улыбкой и пресечь раздражение, нежели спирепствовать неукротимо. 71. 156. Дым прочь гонит пчел, а по метазлобе изгоняет из сердца бедене. 72. Моли, Господа, и проливай слезы перед его благостью, когда памят о злобе не водворится в душе твоей, и молитва твоя будет, как кадила перед ним. 73. Кто хочет жить мирно на всяком месте, тот пусть ищет не собственного своего успокоения, а успокоения других в Господе, и найдет успокоение в себе. 74. А сварливый и злонравный никогда не успокоится. 75. Если случится ссора между братьями, то первый раскаившийся получит венец победы. 76. Но винчается и другое, если не отвергнет раскаяние, но с готовностью сделает, что нужно для мира. 160. Раздражительность в человеке – ров для него. 76. А кто преодолел в себе раздражительность, тот миновал этот ров. 77. В единомыслии братья обитает Господь, а вражда их увеселяет лукавого. 77. Кто обличаемый в пороке молчит, тот скрывает сердце в своем памят о злобе. 78. А кто зачищается или сознается в скротости и мира, тот не памят о злобе. 79. Человек раздражительный и шумливый, щедр на клятву, а безмолвствующий разумен. 79. Что такое раздражительность? 79. Трасть наглая и бесстыдная, за которой следует и раскаяние. 80. И тяжа снидая сердца человека, впадшего в нее. 85. Кто любит мятежи, того внезапно постигнут погибель, разделение и низ. 80. Потому что он радуется всему, что ненавистно Господу. 81. А кто любит мир, тот наследует мир. 81. Кротость же в человеке предотвращает раздражение. 81. Что яд аспида, что раздражительность и памят о злобе, потому что они в лицо изменяют, и мысль возмущает, и жилы расслабляют, и производят в человеке недостаток сил к совершению дела. 81. А кротость и любовь отдаляют все это. 81. Чем истребляется память о злобе? 81. Содержанием в душе страха Божия и памяти о дне кончины. 81. Помни последнее свое и перестань враждовать. 81. Памятуй о смерти и не возносись. 81. Ибо еще немного, и следен будешь во гроб. 81. И какую пользу принесут тебе злые дела? 81. Будь миротворцем, чтобы сподобиться наименованию сыном Божьим. 81. Пища для огня дрова, а пища для раздражительности высокоумия. 81. Хочешь ли укротить раздражительность? 82. Возьми за смиренно мудрее и ходи путем кротких и смиренных. 82. Если братья в сильном огорчении друг на друга, то блажен миротворец, а кто поджигает их ссором, тот не останется ненаказанным. 83. В человеке кротком и смиренном потеет дух премудрости. 84. Ходящий же в премудрости любит Господь. 85. Жизнь вечную наследует монах кроткий и безмолвный. 86. Кроткий монах есть в страж, наблюдающий за страстями. 87. Прости брата, если согрешил он против тебя, и Господь простит тебе прегрешения твои. 87. Предускори прийти к брату, оскорбившему тебя, и раскаешься перед ним от чистого сердца, по слову повелевшего отпускать брату грехи. 87. Принимай, брат, покаяние от брата, как от посланного Богом, чтобы не уничижить пославшего и не подвигнуть его на гнев против себя. 88. Не нападай на брата своего в день скорби его, и к душевной скорби его не прилагай новой скорби. 89. Не помни зла на брата своего, ибо написано, пути злопомняющих смерть. 89. Не можешь ты сносить оскорбления, молчи и успокоишься. 90. Будь внимателен к тебе, чтобы не возобладали тобой вспыльчивость, раздражительность, память о злобе, отчего будешь вести жизнь тревожную и неустроенную. 91. Но приобрети себе великодушие, кротость, незлобие и все, что приличны христианам, чтобы вести жизнь покойную и безмятежную. 91. Никому не имея ненависти в сердце своем и не воздавай злом за зло, но приобрети себе любовь, которую Божественное Писание поставило выше всякой добродетели, потому что уподобило ее самому сотворившему, сотворшему все, сказав Бог, есть любовь. 92. Падшего, но не питающего в себе ненависти и зависти, Господь не оставит в падении, но подаст ему руку помощи к восстанию, потому что не отринул он любви. 93. Напротив, и твердо, по-видимому, стоящий, но надбивающийся гордостью и питающий в себе ненависть, небезопасен, потому что омрачение ненависти осветило очи его, и не видит он, куда идет. 94. Подвязайся, быть негневливым, чтобы не упиться тебе без вина, а отягчить в себя страстью гнева. 95. Радовать и веселиться при успеянии близнего есть вся та совершенство. 96. Признак же злонравия и лукавого расположения – скорбеть и быть недовольным, когда одобряют другого. 96. Невозможное дело довести до твердости добродетель, не растворив ее любовью. 97. Без любви далеко будем мы отстоять от прямой стези, ведущей к вратам небесным. 97. Будем же проливать слезы, чтобы освободить нам ум от уз ненависти освободиться. 98. Зависти, гордыни и всякой дьявольской скверны. 99. Бесовское это дело оскорбляться доблестями пристевающих. 99. В бесах внедрилась ненависть. Им всего желательное, чтобы все погибли совершенно. 99. Святые, заподражая владыке, желают всем человекам спастись и в разум истины прийти. 99. Потому что, преисполнившись любви, возлюбили они ближнего, как самого себя. 99. Будь долготерпелись, чтобы стать сильным в благоразумии. 99. Долготерпение – прекрасный дар. Оно изгоняет раздражительность, гнев и презрительность. 99. Приводит же душу в мирное состояние. 99. Когда кто тебя злословить будет, не воспоменяйся гневом, но точно со скромностью, показав улыбку на лице, раздражение перемени в мир. 100. Помни, однако, что улыбка при раздражении возжигает в другом больший гнев. 100. Почему прежде умиротвори сердце, а потом веди речь с улыбкой. Огонь не гасится огнем. 100. И ты любовью и благодушием утоли гнев раздраженного. 101. Если, брат, не вразумится этим, другие меры всяческие постараемся употребить, чтобы уврачевать его, дабы в конец не возобладало им раздражение и не делало всякую душу, всякую нашу жертву Богу небогоприятную. 101. Будем подражать Господу Спасителю, который укоряем против неукорям. 101. И Давиду, который на злословии Симея сказал, оставь его проклинать так, ибо Господь повелел ему проклинать Давида. 101. Может быть, Господь призрит на смирение мое. 2 Царство 16.10. 101. Солнце да не зайдет в гневе нашем, но будем прощать все должникам и утвердим любовь, потому что она покрывает множество грехов. 101. Кто имеет вражду на брата и думает принести что-либо Богу, тот принят будет наравне с приносящим в жертву пса или сыну блудницы. 102. Кто имеет вражду к брату и думает, что любит Христа, тот в жертве есть и сам себя отрещает. 190. Если ты имеешь что на брата или брат на тебя, помирись. Если не сделаешь этого, то все, что не приносишь Богу, не будет принято. 19. Если же испомнишь такое повеление владыки, тогда с дерзновением молись ему, говоря, оставь мне, владыка, долги мои, так и я оставляю брату моему, испомнив заповедь свою. 20. И человеколюбец скажет в ответ, если ты оставил, оставляй и я. Если ты просил, прощай и я твои долги. 21. Д. О борьбе с печалью. 21. Кто терпеливо переносит, когда его злословят или обижают, тот подобен заключившему льва в зверинце. 22. А кто отражает злословия и обиды, тот походит на человека, который сам себя поражает оружием. 23. Не будем малодушествовать, потому что нам не вечно жить в этой жизни. 24. Не давай печали сердцу своему, ибо мир и его печаль смерть-то делает, а печаль по Богу доставляет тебе жизнь вечную. 25. Монах, готовый мужественно претерпеть все, что не святится, а часть только будет иметь печали. 26. Не давай печали сердцу своему, но утешай себя во Господе. 27. Если подвергнешься клевете, и после откроется чистота совести твоей, невысокомудрствуй. 28. Но Господу, избавившему тебя от клеветы человеческой, работай смиренно мудрее, чтобы не пасть безвычайным падением. 29. Лукавая душа, когда льстят, ей превозносится, а когда оскорбляет ее, приходит неистовщего. 30. А добрая душа и лести не радуется, и на оскорбление не негодует. 31. Нет и меры терпения, если только оно растворено любовью. 31. Потерпи Господа в день скорби, чтобы Он покрыл тебя в день гнева. 32. Не смейся над огорченным, не радуйся в виде развращающегося, чтобы не прогневался на тебя Господь, и не оставься тебе без защиты в день скорби. 33. Не думай, что ты один терпишь скорби и больше всякого. 34. Как живущему на земле невозможно избегнуть этого воздуха. 35. Как человеку, живущему в этом мире, невозможно не быть искушенным скорбями и болезнями. 36. Занятые земным, от земного испытывают и скорби, а стремящиеся к духовному, а духовному и болезную. 36. Но последние будут блаженны, потому что плод их обилен о Господе. 37. Если мы узники Спасителя Бога, то не постыдимся носить на себе узы скорбей, но с радостью будем терпеть их, ожидая пришествия его с небес. 38. Когда и нас присислит Он к лицу святых, потому что ставшие общниками страстям Его, так же и утешения общниками будут. 39. Ныне два из рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем – скорбь по Богу и скорбь мирская. 40. И невозможно пройти настоящую жизнь без которой-нибудь из них, или без скорби по Богу, или без скорби мирской. 41. Скорбь мирская тяжела и не обещает вознаграждения, а скорбь по Богу с собой приносит утешение, 42. И все более обеселяет и обетованием жизни вечной, подвергаясь первой, поспешая превратить ее во вторую. 42. И прогонишь мучительную скорбность из сердца. 43. Если, когда делаешь дело Божие, смиренномудрие и благозовение, и враг с намерением стрипнуть в себя в правом житии, вооружить против себя людей нерадивых, 43. То не бойся, не приходи в робость, и не уклоняйтесь с прямого пути. 44. Потерпи Господа, Салон 26. Избранник Божий, чтобы оскорбляющие тебя ныне удивили славному твоему спасению, 45. Как написано, праздник, когда постигнет скончательство, в покое будет премудрость перед тем. 45. Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях изведывается душа смертность, имея помощником Господа. 46. Не убоимся искушений, но смело простремся к почте Всевышнего звания во Христе, ибо Господь венчает всех любящих Его. 47. Кто хочет стать монахом и не переносит оскорбления, уничижения, ущерба, тому монахам не бывать. 48. Великодушно переноси оскорбления злословием, наименование злым, принимая за наименование добрым, и наименование негоднейшим за наименование благоугодным. 49. И всяко помнить подобает, что рабу Господню не подавает ссориться, но быть тиху со всеми. 50. Если случится тебе фазь в болезни, не прибегай к мертвой помощи к человеческому покровительству, но лучше будет иметь терпение, ожидая милости от Бога. 51. Чтобы Он управил нас во всем, ибо бывает время, когда и плоть имеет нужду во вразумлении. 52. Во всем же будем благоугождать Господу, ибо Он течется о нас. 53. Когда человек болен, тогда и душа его боли и меры начинает искать Господа. 54. Почему вразумление хорошо, если только вразумляемый благодарит? 55. Конечно же, таковой скажет, если благое будем принимать от Господа, а злое не будем. 55. Да будет имя Господне благословенно вовеки. 210. Не малодушиство и должно во время искушения отрезвиться в молитвах и добрых делах, подражая плывущим по морю, которые, когда подымается буря, внимательно за всем смотрят, бодрствуют и призывают Бога на помощь. 55. Господь не презирает призывающих Его в истине. 55. Поэтому и мы, когда постигнет скорбь, прибегнем к Господу, подобно сказавшему, Господи, в скорби помянули Тебя, писает Господь 16. 56. Море не всегда спокойно, и настоящую жизнь невозможно переплыть без искушения. 57. Но если за веру в Господа будем держаться, как за корнило, то она ведет нас в пристань жизни. 58. И тогда, сложив в себя труды, облечемся мы в жизнь и не тление. 58. Если пришла на нас печаль, будем ожидать приближения к себе радости. 59. Возьмем, например, плывущих по морю. Когда поднимется на них буря и сильная буря, они борются с волнами, ожидая тихой погоды, а когда настанет тишина, ждут бури. 59. И потом, всегда бдительно, чтобы восставший внезапно ветер не застал с неготовыми и не опрокинул в море. 60. Так и нам надо действовать. 61. Когда приключаются скорби и теснота, будет ожидать тебе облегчения и помощи от Бога. 61. Будем ожидать, чтобы при продолжении скорби не причинила нам смерть и мысль, что нет уже нам надежды на спасение. 62. А подобным образом, когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при избытке радости не забыть о слезах. 63. Будь тверд в искушениях и скорбях и протиться распаляющим у тебя сладострастью, чтобы тебя, как необожженный кирпич, не размыли дождевые капли, и чтобы не оказаться тебе не имеющим той твердости, какую думаешь иметь. 63. Решившись благоугождать Богу, будь долго терпелив. 64. Посмотри на древние роды и увидишь, что все святые достигли обетования постоянным и долгим терпением, потому будем каждый день побуждать тебя, чтобы и нам с ними наследовать Царство Небесное. 65. По неверию нашему удаляется от нас терпение. 66. Придай себе ревности о Господе и мужайся, как верно, чтобы от великой печали не утратить себе душевных сил. 67. Представь себе тех, которые подвергались истязаниям в изгнании, в рудокопнях и в горьком рабстве, и подчинися Господе, встретающим тебя при скорбности. 68. Если случится с тобой огорчение, то потерпеть его не крайне еще зло. 69. Тяжело и опасно оставаться в огорчении, если в отсутствие свое злословил тебя кто-нибудь, и другой пришедший объявил тебе, что такой-то брат злословил тебя. 70. То, как мудрый, разбери все это наваждение, и не огорчайся на брата своего. 71. А извести, что ему тебя скажи так, хотя оскорбил он меня, но он мне брат, да и я сам заслужил оскорбление. 71. Впрочем, оскорбил он не сам по себе, но устроил это враг, чтобы посеять вражду между нами. 72. Господь же да разорит убыста лукавого, а брата да помилует и нас да не оставит. 73. Если опять и в лицо будешь оскорблен, не досадуй на это и не приходи в движение умом. 74. Когда же случится потерпеть оскорбление за худое дело, то не будем жестокосердными, но исправим лучше свою погрешность. 75. Если утешающий, скорбящего человек духовный, то приходит он к нему не на вред, а на великую пользу. 75. А кто имеет плотской образ мысли, тот не принесет немало пользы. 76. Но пришедший утешить скорбящего еще более расстроит его. 76. Услышал неприятное слово – и скорбишь. 77. Но если право уязвлен, ты словом радуйся, что уязвлен для вразумления, и постарайся исправиться в своем падении. 77. Уязвлен ты напрасно, тем больше тебе награда, если благодушно перенесешь. 78. И апостолы, как злодеи, биты были среди города, но не гневались, не пришли в негодование, а радовались, что сподобились за имя его бесчестие принять. 79. Радуйся и ты, что сподобился принять бесчестие ради имени его. 80. Кто-нибудь из нерадивых скажет, может быть, прискорбно мне, что это случилось со мной после стольких трудов. 80. Это прискорбно тебе, раб Господень? Не лучше ли из этого познать тебе, что после стольких лет труда, страсти твои все еще остаются непобежденными, и, познав это начать с этого случая, побеждать их? 80. Кто думает о себе что-либо, будучи ничем, тот льстит себе. 80. Искусство Корбчева обнаруживается во время бури. Кто хвалится, столько-то лет я в монашескому образе, а дело того образа не показывает, тот носит при себе орудие такого искусства, которому еще не научился. 81. Приключилась к тебе малая скорбь, и ты тотчас выступил ищи на монашеской жизни, как бы отрекся от монашеского образа. 81. В одну минуту сгубил ты труд стольких лет. 82. Нет, брат, не обращай врагам хребта своего, но стой твердо, сражайся, и враги побегут от тебя. 83. Облекись в роне веры, возложи на тебя шлем спасения, восприми меч Духа Святого, который есть Слово Божие, и борись, да возрадуйся о доблести твоей живущих тебе Дух Святой. 84. Если не переносишь малого искушения, то как перенесешь великое? 85. Если не одолеваешь отрока, то как поборешь совершенного мужа? 86. Если не переносишь Слово, то как терпишь удар? 87. Если не терпишь заушения и удара, то как понесешь крест? 87. Если креста не понесешь, то как наследуешь на небесах славу вместе с теми, которые говорят, 87. Ради тебя умерщает нас каждый день, считает нас завес, обреченных на заклание. 88. Уже ли мы с тобой, брат, забыли, что претерпел за нас общий наш Владыка? 89. Он был поруган, уничижен, ему говорили бес в себе, и он не гневался. 89. Его называли спецом, за ушали, били, пригвозили ко кресту. 90. Он спушал уксус желчью, пронзен копьем в ребра. 90. Все это претерпел он нашего ради спасения, а мы, увы, нам бедным. 90. Никакого оскорбления, даже слова не хотим перенести ради его, только ради нас, претерпевшего. 91. Кто желает Богу угождать Богу и стать наследником Божиим по вере, чтобы ему нарежься и Сыном Божиим, рожденным от Духа Святого, 91. Тот, прежде всего, облегшись в благодушие и терпение, должен мужественно переносить встречающиеся ему скорби, 91. Беды и нужды, будут ли то телесные болезни и страдания, или поношения и обиды от людей, или различные невидимые скорби, 91. Тотея наводит на душу лукавые духи, с намерением привести ее в расслабление, нерадение и нетерпеливость, и тем воспрепятствовать ей войти в жизнь. 91. Бывает же все это по Божьей домостроительству, попускающему каждой душе быть искушенную различными скорбями, 92. Чтобы явными стали любящие Бога от всей души через мужественное перенесение всего, 93. Бестеряне упования на Бога, но со всегдашним по благодати, с верой и терпением, ожиданием избавления, 93. И чтобы выержав таким образом всякое искушение, соделывались они достойными Царствия Небесного. 220. Которая душа не мужается и не переносит с твердостью всякого искушения и всякой скорби, но огорчается, унывает, негодует, тревожится и не родится в подвиге, или даже отчаивается, как не имеющие уже надежды на избавление. Танец, охранив в себе упование, которое с несомненной верой ожидает милости Божией, «Конечно, не делается достойной жизни, потому что не последовало всем святым и не шествовало по стопам Господним. Смотри и наблюдай, как издревле отцы, патриархи, пророки, апостолы и мученики, прошедшие этот путь искушения и скорбей, возмогли угодить всем Богу и сподобились великих мздо воздаяния. Бог не допускает душе уповающей на него и терпеливой быть искушаемой в такой мере, чтобы дойти ей до отчаяния, то есть спать в такие искушения и скорби, которых не может она перенести. И лукавый не в такой мере искушает душу и тяготит ее в скорби, какой хочет, но в какой попущено ему Богом.